МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Новый 2012 год уже начался с ЧП. В передвижном зоопарке тигр набросился на маленького ребенка. Сейчас мальчик находится в больнице. Что произошло? А главное, почему это произошло? Сегодня об этом будем говорить в простых вопросах. Мой гость, директор зоопарка Александр Исраилян. Александр Исраилян, здравствуйте! Здравствуйте! И начнем с главного вопроса, который интересует многих. Почему тигр находился не в клетке, а в открытом вольере за небольшим забором? Вот это самое интересное. В первую очередь, она не первый день, что за вольером, не в клетке. Ну, сколько он живет, столько и было на улице, просто этот случай. Ну, как говорится, ну, как объяснить? Ну, это неправильно, что он на улице был. Ну, это наша ошибка, типа, как говорится. Случился, вот, ну, фотографировались, люди обнимались. Вот, ну, он добрый, до сих пор добрый он, этот, не злой, этот, ну, просто сейчас загоняли этот, в свои, этот, помещения, чтобы они, этот, уже, этот, больше не выйдут на улицу. Вы говорите, сколько тигр живет, столько он находился в открытом вольере. Сколько он живет? Ну, уже год. Ему год. И все это время вы держали его не в клетке? Не, ну, днем не в клетке. А вот вы водили практически на улицу, какой-то заборчик поставили, и он там гулял? И прогуливали еще. Ага, ну, а есть же определенные нормы, по которым нужно, согласно которым нужно содержать хищников? Они же есть, эти нормы? У нас уже есть. Уже есть? А почему раньше у вас их не было? Ну, потому что они добрые, мы не знали, что такого случится, потому что никогда не случится такого, чтобы этот, проговорить, ну, урок, как урок, для нас это будет уже урок, но что больше такого не будет. А сколько лет вы занимаетесь с животными, вот, хищными? И 6 лет, они всегда на улице. И 6 лет у вас всегда эти игры на улице? Ну, как, ну, дети на улице, вот такие. Лигры родились, лигры поставили на улице. Ну, у нас просто такой, ну, сейчас мы поменяли уже, на улице ничего не будет. Ну, понятно. Дело в том, что просто это же общеизвестно, что хищный зверь, даже если он и рожден неволей, он все равно остается хищником. Ну, правильно, ну, это понятно, это у нас просто все упитанные, жирные, вот, на ней этот, ну, как, он не бросался на человека, чтобы человека что-то это, просто он играть бросался играть. Ну, играет с людьми вот так, ну, игрушей, как говорится. И он зацепил вот так. Ну, мы этого не хотели. Я вот неделю церковь везу. Ну, понятно, что этого не хотели. А расскажите, как вообще, как это произошло, что случилось? Вот ваша версия происшедшего. Ну, хотели фотографироваться. Так. Ну, фотограф провел, что фотографировалось. Провел, провел прямо в вольер? Он и для фотки находился там. То есть родители с ребенком были прямо в вольере? Ну, подходят, фотографируются, отходят вот так. Ну, они за забор зашли? Ну. То есть вы допускали животного практически вот, вот он животное, вот они люди, вот так это было? Не, не именно люди, а вот кто фотографируется, так проводят, фотографируются. Ну, это тоже люди. Ну, не, ну, не все общие прямо. Ну, по одному, да, типа. Не так прямо на расспрашиваю. Так, и что дальше случилось? Ну, зацепил тверенок. Ну, как понять, зацепил? Лапой зацепил этот. Он лапой зацепил? Потому что очевидцы говорят, что он схватил зубами. Нет, зубами вы что? То, как если захватит зубами, хоть за руку захватит, уже сломает руку. То есть вы утверждаете, что он зацепил лапой ребенка? Нет, зубами не может быть. Да, а что, это же это, ну, зубами я не верю. А вы видели сами? Нет, ну, меня рядом не было в этот момент, я через пять минут пришел как раз и подъехал. То есть вы сами не видели? Нет, ну, сами не видел, но я не верю, что может укусить. Укусить укусы, это не другое совсем. А почему не верите? Он что, он сказал об этом? Нет, ну, укусить, понимаете, ну, укусить он, ну, как говорится. Ну, это вот рано просто, вот, ногти зацепили, и все. Но ребенок получил очень тяжелые травмы. Ну, сейчас ребенок очень в хорошем состоянии находится. Я неделю в церкви жил. Утром, вечером, в обед сходил в церковь. Мы везде, в детдомстве, детей пускаем бесплатно, и приютов, и инвалидов, и всех этих интернатов. Наверное, Бог из-за этого нас видел, ну, видел это все. Наверное, из-за этого и нас, как говорится, и ребенка спас. Нас спас, как говорится. Я так думаю. Скажите, а у вас раньше были подобные прецеденты? Да, не было, почти не было. Почти, что значит почти? Ну, если у кого-то брюки порвал, ну, это один раз может за счет. Ну, вот в Уссулицке я нашла такую информацию, что тигр из вашего зверинца набросился на пятилетнего мальчика, поранил ногу. Нет, это неправильно. И знает, что возмустили ущерб брюк. Ну, взрослого человека был, не ребенка. И брюки порвал. Да нет, вот играл просто. Как набросился? Ну, то есть у вас уже подобный случай был. Ну, может быть, и тяжесть была не такая, но примерно уже было. То есть тигр уже нападал на человека. Это не нападение, это просто лапой махнул играл. Ну, поранил ногу человеку. Вот это увлечивает. А чем это дело закончилось тогда? Ничем. Это было полгода назад в Уссулицке. Да ничем, но это... Ну, а сами вы не подумали о том, что раз животное, может быть, непредсказуемо, значит, наверное, стоит его держать в клетке? Да это не такой случай, это просто игра. Он так же с нашим работником играет, рвет одежду случайно. Ну, это просто... Ну, он не от злости же. Он же сытый, не голодный, упитанный, вот, как говорится. А сколько стоит сфотографироваться с тигром? Ну, 150 рублей. 150 рублей. 500 рублей стоит, а у нас 150, чтобы и бедные могли фотографироваться. Ага. А сколько людей в день обычно фотографируется с тигром? Ну, где-то 30-40 человек. 30-40 человек, да? И это значительная часть ваших доходов, вот, если взять продажи билетов? Не, ну, звери же помогаем кормить. Ну, кормишь зверей. Ну, то есть, это существенная часть ваших доходов, эти фотографии? Не, мы можем его убрать, но это уже ничего страшного. Тигр уже убрана, техника безопасности, все уже восстанавливаем, как положено. То есть, сейчас уже с тигром сфотографироваться нельзя? Не, уже ясно, что нельзя, уже... Но в дальнейшем вы планируете эту услугу возвращать? Да нет, вы что. Ну, это для нас урок. Это уже урок. Скажите, пожалуйста, у вас был заключен договор с администрацией городского парка, на чьей территории вы находились. Вот в этом договоре были прописаны какие-то меры безопасности? Ну, да, был. Были? Ну, да. Ну, а что там было написано в договоре? Ну, техники безопасности, что мы отвечаем за это. Ну, конкретно, что написано? Что мы отвечаем за это. Ну, мы и так отвечаем. Просто, что вы несете ответственность за безопасность людей, которые посещают ваш цирк, так? Да, мы и так отвечаем. Ну, это наши ответственности. А было написано, что, например, животные должны находиться там при таких-то условиях? Это было в договоре? Нет. Это было не было. Если был бы, мы уже выполняли. А вы с родителями мальчика общаетесь, я так поняла, да? Ну, мы общались, но они пока этот, не хотят этот, ну, ребенок просто выздоровеется полностью. Не хотят что? Потом мы, говорят, еще пока не до этого, ребенок выздоровеется, мы все, что от нас зависит, ну, все, чем надо, поможем. То есть вы предлагаете материальную помощь, так или я не понимаю? Да, 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 материальную помощь. Так, и что, и вам сейчас говорят, что им не до этого, а потом ребенок выздоровеет? Нет, ну, пока ребенок выздоровеет, пока выздоровеется, но он сейчас уже в палате находится, выздоровеется. От нас, что зависит, мы сделаем, да. Вы надеетесь на то, что дело закончится мировой? Ну, я думаю так, что ребенок в жизни здоровый должен быть, а что еще должен быть? Понятно. Больше эти ошибки не повторятся. Ясно. Родители отказываются общаться с журналистами, оно понятно, действительно, сейчас не до этого. Но мы взяли интервью у свидетельницы происшедшего. Я хочу, чтобы нам сейчас показали кусочек из ее интервью, я хочу, чтобы вы это послушали. Давайте на экран посмотрим. У меня до сих пор это вот стоит просто перед глазами, как тряпочку какую-то ребенка просто. Вот он его вот так вот терзал, понимаете? И быстрой реакции от сотрудников я вообще не увидела. Я считаю, что нужно было прекратить, во-первых, выгнать всех посетителей, закрыть зоопарк и оказывать помощь какую-то. А в прямом смысле слова приходилось бегать и напинывать их, говорить, что делайте что-нибудь, делайте, вызывайте скорую, несите ребенка в теплое место. Вот скажите, ваши сотрудники проходят какой-то инструктаж, как действовать себя, вернее, как вести себя в экстремальных ситуациях? Ну, они действовали. Но, судя по рассказам очевидцев, они не действовали. Не, наоборот, если не действовали. Продолжали запускать людей и делали лишнее. Да нет, такого не было. Как сразу закрыли зоопарк даже, как они запустят? То есть, по-вашему, зоопарк закрыли сразу? Сразу закрыли, как они могут запустить? Сейчас зоопарк находится здесь, в Благовещенске, да? У вас расторгнут договор с администрацией горпарка, так? Возбуждено уголовное дело. Вы проходите подозреваемым, вы находитесь под подпиской о невыезде. Вы не можете выходить из Благовещенска, так? А зоопарк при этом, как я узнала у следователей, зоопарк работать может, только не в Благовещенске, а где-то в других местах. Вот что вы сейчас планируете делать дальше? Ну, сейчас зима, холодно. Мы пока это хотим... Ну, мы все технику безопасности восстановили. Ну, хотим попробовать, попросить. Ну, работу люди все просят, не знаю. То есть вы надеетесь, что вы сможете дальше работать в Благовещенске, да? А почему нельзя? Ну, дети все хотят радоваться. Ну, случай случился, а где не случается? В любом церкви случается, миллион церков случился. Ну, за это зоопарк закрытся. Ну, при чем зоопарк? Ну, технику безопасности восстановили, и все. Скажите, а сколько сейчас денег у вас уходит на кормление зверей в сутки? Ну, не под деньгам, а вот одна корова в день идет на ужин, яйца, молоко на завтрак. И так, это долго на хищников. Одна корова? Ну, одна корова на хищников. На хищников? Ну, и яйца, молоко на завтрак. Ну, а в денежном эквиваленте сколько уходит на всех зверей в зоопарке, чтобы их накормить вот в течение суток? Ну, где-то 30-40 тысяч. 30-40 тысяч. А сколько, когда вы работаете, сколько парк приносит? Прибыли в день? У нас прибыли в день основной бывают выходные дни. Ну, 100-150 вот. 150 тысяч. Ну, вот так. Так, сейчас зоопарк не работает, так? Да. И из каких резервов вы берете деньги? Ну, мы же летом работали. Мы же летом работаем. Ну, и сколько вы планируете вот простаивать здесь? Ну, мы пока вопросами занимаемся. То есть, планов таких у вас конкретных нет? Не, ну, сейчас зима, звери с места трогаются, это просто этот... Ну, могут они погибнуть, но... То есть, зимой вы в любом случае будете стоять в Благовещенске? Да, у них этот... обогрев у них идет. У африканских. У змей, у крокодилов, у всех там леопардов, ну, которые африканские, они этот... У них обогрев идет. Ясно. Нельзя их трогать. Ну, отцепишь обогрев, ну, они могут заболеть, простудиться все подряд. Ну, вот из всей этой ситуации, вот вы какой вывод сделали? Вообще вину свою чувствуете? Ну, как не чувствуем? Мы уже свою вину чувствуем, мы уже свои ошибки, уже этот... С этого момента уже знаем, как быть, как делать, как все делать. И на ошибках люди учатся, вот. Больше такого не повторится. Ну, страшные ошибки. Ну, с зверями, понимаете, работать, это уже страшно. Спасибо, что пришли к нам. Было интересно выслушать вашу версию происшедшего. Ну, а зрителям от себя хочу сказать, что в этой ситуации мне непонятно одно. Где были контролирующие органы, когда еще ничего не случилось? Было много людей в зоопарке. Зоопарк работал не один день. Все видели, что тигры находятся очень близко к людям, на том расстоянии, на котором они не должны находиться. Но этого никто не замечал. Вот это мне непонятно. Я желаю вам всего хорошего. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»